всем привет сегодня наше видео посвящено ремонту бокового зеркала ford focus 2 вышел сегодня утром из дома не увидел что левое водительское зеркало у меня сломано потому что самое обидное со стороны тротуара находилась только проезжая часть я обычно складываю так как ну мало ли там машину могут не разъехаться со стороны тротуара как-то не не принято было складывать у меня ручное складывание электром при заглушении машины то есть кто-то видимо специально проходя выломал ну сломалась разобрал конечно посмотрел стандартно не знаю вас на то же самое у меня выломались вот основные уже как по делу расскажу основное крепление вот вот этим болтом на 10 которые крепятся основное зеркало и соответственно верхняя часть которая крепится эта накладка ну как я уже сказал снял зеркало увидел что у меня вот этот выломана как снимал не стал сейчас показывает в принципе кому надо когда поставлю уже закреплю покажу как будет держаться готовая не готовая снимается там легко в принципе защелкивается защелка пищалки вот такая вот она за счет отщелкивается вот здесь вот видите еще когда и вот вот такая вот защелочка то есть этом отверточка может так догнулись отогнули или себя вытянули дальше снимаем саму пищалку все крепление вот такой вот так она стоит то есть она крепится на одном саморезе вот здесь здесь крепится на клипсе видите ну а там по краям на вообще защелкивается здесь соответственно тоже защелки ну не суть покажу когда когда буду ставить в общем что я сделал смотрю в интернете понял что не готов я выкладывать довольно существенную сумму даже за китай потому что у меня с электрорегулировкой и с электроподогревом само зеркало соответственно суммы даже за китайские зеркала довольно внушительная ну по крайней мере для меня и ну я как вы знаете люблю там руками что-то делать решил я посмотреть а возможно ли что-то сделать открыл я открываем во первых разобрал чтобы разобрать зеркало надо аккуратно само зеркало вот вот это вот она стоит вот так вот на защелочках видите такие краям защелки они захлопываются вот этот пазик то есть в каком-нибудь положении сначала одну там щелкнули отщелкнули потом другое ну то есть крайнее положение и вытащили зеркало дальше снимаем крышку вот вверх там тоже принципе она на защелочках убить ну 2 2 3 аккуратненько аккуратненько отверточкой так тоненькой раз раз там она пойдет защелкивается легко ну и потом пришлось разобрать сам корпус чтобы его разобрать во-первых нужно было открутить три самореза вот они видите три саморезе как они соединяют две половинки но остальные части соединяются защелкой вот видите вот раз два три самореза и вот они одна защелка вторая защелка с этой стороны еще одна защелка еще одна ну то есть когда вверх снимите посмотрите аккуратненько аккуратненько главное если у вас машина не новая то есть пластик уже конечно качество у нее старенькая то есть аккуратно аккуратненько подцепляете щелк и пусть постепенно отверточка . снимаете для чего мне нужно было разобрать почему я сказал что разберу мне нужно было освободить вот эту конструкцию до чехол который закрывает покладка видите декоративная накладка и сама ты лидер даги подключается для чего мне для чего я это сделал как я уже сказал основное крепление вот саморез на 10 да вот это вот конструкция это она единая вот так она стоит и соответственно когда вы вкручиваете через дверь саморез на 10 основная нагрузка зеркало держится за счет вот этого крепления здесь сверху накладочка такой саморезик прикручивается ну тоже держится как и накладка пищалки ну а внизу внизу у нас просто направляющего надо обращать внимание . как от направляющих пластмассы есть нам отверстие отверстие такой вот чтобы она как бы сидела розы что я обратил внимание до что у меня во первых это уже сказал выловано это вот основная часть саморез естественно некуда вкручивать но обратил внимание что у меня часть ее осталось соответственно было принято решение разобрал что я вот болтик с этой стороны начну вставлять просверлил естественно там отверстие там естественно было отверстие не было в оставшей части она была глухая я посверлил нашел болтик у меня вот такой был такого мебельного плана с фиксаторами квадратными ну почему не говорю какие болтики какие шайбочки какие гаечки это вы смотрите по месту как у вас сломано просто у меня вот такой был в наличии плюс она видите как фиксируется я его с этой стороны вот так вот открутил дырочку сделал засунул действие что он у меня такой вот рубленый но обычно мебельный он соответственно опирался вот в эту часть поэтому мне пришлось вот там вот немножко видите подпилить тут получилось конечно дырочка так вот в этой части видите но я ее залью клеем пистолетом она в принципе не играет роли там сама будет операцию болт и писать это залью под подрежу подточу и будет нормально то есть я для чего чтобы оставшаяся часть прижималась да с этим болтом основная нагрузками держала вот вот эту вот конструкцию самой зеркало нижней а крепление чехла я решил восстановить как ли не накладки решил восстановить родную крепление но мне повезло что у меня не выломались полностью там получилась такая вот часть отломала сейчас прорези я решил установить что что для этого сделал ну вот пошел в магазин и купил вот такую плану не реклама совсем холодную сварку эластичный эпоксидный клей он просто был самый дешевый буквально берлина не разные бывают удобно работать честно говоря я частенько и работу отрезали кусочек размяли тут все написано сватывается быстро был у меня вот такая еще холодная сварка клей но там для пвх считается я бы тоже нашел применение потому что у меня кроме того что сломались все крепления видите вот у меня треснула сама накладка вот так соответственно она прошла трещина но и здесь тоже сломалась то есть болталась я естественно к этим клиентом холодная сварка для пвх приклеил пистолетом прихватил это для того чтобы она не расходилась то есть потом отрежу фиксатор фиксатор тоже через 24 часа только можно пользоваться 6 часов он твердеет так вот что я сделал вот верхнее крепление я взял болтик со стороны головки накинул шайбочку погрузил это все в холодную сварку для другая был кусочек сварки загнал из этой стороны и болтик вышел здесь то есть холодная сварка у меня из того что меня пластмассовые части сохранились она у меня держится внутри но для дополнительная еще дырочка поселилась закрутил холодную сварку саморез пока она еще не схватилась чтоб фиксировалась то есть меня вот уже такого вида получилось видите кусочек другой наклеил то что этот был кусочек маленький вот этот белый это вот как раз вот этот вот эпоксидный клей холодная сварка это уже черный там был другой не помнит название вот такого выглядит конструктив родной да вот это вот защелка которая заходит в пас и защелкивается можно было конечно без нее там куда шайбочку поставить еще но я решил восстановить вот родной вот это вот место крепления но если это был не сквозное то что море закручивались я просверлил внутри как или здесь как я уже сказал да разобрал то есть я смотрю с обратной стороны просверлил дырку и загнал этот болт тоже забил холодной сваркой но для фиксации потому что основная нагрузка конечно там получилось осталось сантиметр наверное где-то пластмассы крепкой да вот это вот целой конструкции оставшиеся части ответной дал ведут так получается то есть у нас там прижимал ну и еще я решил немножко усовершенствовать крепление мало ли будет плохо держаться вот это вот место которое как я уже сказал посадочная до двери так стоит управляющая на уход я решил тоже сделать местом крепления то есть загнал туда но взял болтик на холодную сварку загнал внутри ну дополнительно просверлил еще две дырочки с обеих сторон потому что на болтик одел шайбу которая вошла в отверстие она у меня ниже получается вот где-то досюда находится а эти два стальных проводка там можно бедных какие у вас под руку есть они получаются как бы крепятся если холодная сварка плохо будет держать когда затягивать она упрется в эти направляющие и не будет вылезать болтик не вылезет холодная сварка принципе в этом случае получается у нас держит чтобы болт не проворачивался когда закручиваем гайку а вот эти фиксаторы чтобы не вылезала еще получился вот так вот вот такой конструктив честно говоря не знаю буду стоять посмотрим как он будет крепиться то есть покажу естественно видео как я установил как она держится но в принципе думаю что кто хочет может повторить потому что если у вас тоже ломают зеркало ну ломает конечно только до в сторону складывали на не сломается она просто сложится а вот когда в сторону обратную то есть получается тогда зеркал стоит нас начнет давить кто в принципе да ломается вот это крепление потом ломается это крепление и в принципе ломаться больше нечем потому что вот это вот эта металлическая ветер не электро сладости уже сказала ручной а пружина с штырем вот это пластик довольно крепкий скажем так поэтому ломается скорее всего вот эти вот элементы так что кто хочет может повторить я буду сделать и крепежные места поставил сейчас они естественно будут хвату заставить уже завтра пусть они у меня постоят скажем так хотя уже уже твердые но еще не до конца они должны быть довольно твердые там ведь можно делать пусть они короче постоят схватиться завтра буду ставить подмажу маслицем завтра буду ставить и посмотрим как держится если держаться буду она хорошо соответственно можете повторить сделать то же самое окно вот в собрали окончательно эти поставил все защелки вот меня все затвердела все жестко ну что пойдем ставить основное центральное крепление и вот а нижнее крепление как раз держит в двух точках получается здесь и здесь основной и здесь крепление большой вот нижняя но раньше не было креплением и теперь это скреплением в принципе никуда не шатает складывание раскладывание напрягов вообще дергаю верхний вниз не ходит сейчас подключим разъемы разъем зеркало это пищалка поставим накладки и все будет закончена наш ремонт просто вот этот видите болт который убрали да помните там было такое вот такой вот был фиксатор покажу вам два вот помните фиксатор такой был он входил вот туда я сделал крепление чтоб крепилась но тут отверстие и в это отверстие входил вот вот этот вот штырь соответственно он туда заходил крепил сейчас сейчас нам надо будет его срезать срезать дырочка там в принципе может быть таким чем сделаем она зайдет за винтик и будет тоже не плане уходить то есть на фиксатор этот не нужен без него он как не заходит убирается вот я отрезал он такую форму имеет принципе он нормально это вот наша наш болтик он нормально все войдет но если конечно вообще по идее вот фиксатор еще есть нормально держит эти фиксируются он принципе особо не нужен но если там что-нибудь надо вот придумать ну может быть какую-нибудь может быть петельки сделать которые будут одеваться но я думаю что он не нужно следить внизу вот потом куда заходит вот этот нижний фиксатор нормально держит всякую ставить вот поставили защелку все она встала здесь крепление нормально так что принципе не влияет сейчас осталось включить пищалку разъем закрепил сейчас под вытащить оставить разъем пищалки и можно ставить накладку приключить разъем нормально дальше могут убить вот там саморезик такой один видите его приключить надо защелка здесь единственное что прикручивать аккуратно можете приложить магнит к отвертке если она вас не магнитная и чтобы он нормально держался иначе он упадет 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 за обивку двери придется один поснимать так ну и теперь последний штрих защелки здесь верху вторая внизу ну и здесь вот направляющая с защелкой которую мы отгибаем в принципе просто защелкиваем и все вот она у нас стоит то есть как я говорил в начале да чтобы ее снять надо будет вот здесь вот подсоба и отверточку ту большую защелку я пока защелкиваете и просто это для себя вот так и вытаскиваетесь вот все закончили ремонт сделали сейчас настраивать будем зеркало кто-то снимал зеркало с обивка обивку вы тоже стал снимать не надо ну закончили мы ремонт зеркала всем было приятно что посмотрели как кто-то может что-то вынес для себя новый кто-то действительно сэкономит может деньги возможно от ремонтировав зеркало с такой же перелом всем спасибо за просмотр счастливо